Если вам кажется, что ни одно животное уже не сможет вас удивить, предлагаем вам познакомиться с этой историей. Мы расскажем о примере настоящей сплочённости и взаимовыручки, причём между очень разными представителями морской фауны. Это видео по-настоящему удивляет, хоть ты и не сразу понимаешь, что же на нём происходит. Сначала мы видим лодку, которая рассекает морскую гладь. Затем нам становится понятно, что за плавсредством следует акула. Она буквально преследует лодку, стараясь не отставать от неё. Конечно, сначала люди обеспокоены тем, что за их судном плывёт опасный хищник. Как правило, ни людям, ни другим животным не приходится ждать ничего хорошего от злостного хищника. У акулы самые страшные челюсти из всех известных человеку видов. У хищника может быть до 15 тысяч острых зубов, которые разрывают добычу на мелкие кусочки. Действительно, голодная акула просто не оставляет шансов на выживание своей жертве. Вот только хищник не всегда настроен угрожающе. Когда акула подплывает к самой лодке, экипаж замечает, что у неё в зубах черепаха. Вот только хищник не пытается её перегрызть. Акула ведёт себя очень странно. Она поднимает огромную черепаху, чтобы люди могли поднять её на лодку. Экипаж совершенно не понимает, что происходит, пока присмыкающаяся не оказывается на судне. И только тут люди замечают, что у черепахи вокруг шеи был пластик, который её душил. Животное просто не выжило бы без помощи человека. Пластик превратился в настоящую удавку, которая душила черепаху. И кто знает, но, возможно, акула понимала, что не сможет самостоятельно помочь животному. Тогда она начала преследовать лодку, чтобы люди освободили черепаху и не дали ей умереть. Конечно, члены экипажа были просто в шоке от случившегося. Они освободили черепаху, отправили её обратно в море. Но больше всего их удивило поведение акулы, которое помогло спасти животное. Если бы не участие опасного хищника, то черепаха бы просто погибла. Но как акула поняла, что ей нужно делать? И почему животное, которое является страшным убийцей, помогло другому живому существу? Понятно только одно. Оказывается, даже хищники способны на благородные поступки. И благодаря своей смекалке акула не просто захотела помочь другому живому существу, но в итоге смогла это сделать. Этот хищник показал нам, что некоторые животные, которых мы считаем опасными, на самом деле могут быть намного человечнее, чем мы думаем. И, конечно, отдельно в этой истории стоит упомянуть о пластиковом мусоре, которого всё больше и больше вокруг. Это проблема, которую обязательно нужно решать, ведь именно человек создал столько опасных для природы материалов. Давайте не забывать, что мы не единственные жители этой планеты. Человек далеко не царь зверей, а просто ещё один вид, обитающий на Земле. Похоже, животные настолько устали от того, что человек делает на планете, уничтожая целые экосистемы, загрязняя природу, что начали объединяться между собой. Даже хищники и травоядные помогают друг другу, действуют заодно, чтобы спасти чью-то жизнь. Похоже, нам есть чему поучиться у братьев наших меньших. На этом всё, друзья. Делитесь этой историей, пишите комментарии и ставьте лайки. До скорого!